Время новостей на канале СКАД ТНТ, в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Итоги подведены, протоколы подписаны. Избирательная комиссия Самарской области провела окончательные подсчеты и подписала финальные документы компании по выборам президента 2018 года. Явка была максимально рекордной за последние 18 лет. Цифры и факты о голосовании в нашем сюжете заседания региональной избирательной комиссии. Число избирателей в Самарской области 2 миллиона 446 тысяч. Без малого 67% из них исполнили свой гражданский долг. Председатель избиркома Вадим Михеев рассказывает, кто из кандидатов сколько получил голосов. Число голосов подных за каждого зарегистрированного кандидата. Бабурин Сергей Николаевич 10 805 голосов. Грудинин Павел Николаевич 189 314 голосов. Жириновский Владимир Вольфович 98 007 голосов. Путин Владимир Владимирович 1 миллион 234 759 голосов. Собчак Ксения Анатольевна 32 392 голоса. К процентному отношению картина следующая. Владимир Путин 75%. Павел Грудинин 11%. Владимир Жириновский 6%. Ксения Собчак чуть менее 2%. Григорий Явлинский чуть более 1%. Остальные кандидаты не преодолели 1% барьер. В ходе выборов был выявлен ряд нарушений. Как по процедуре голосования, так и нарушения прав избирателей. Больше всего их в Тольятти. Запрошенное пояснение. Все эти факты находятся. Уже с ними разобрались. Но и дальше будем смотреть, как такие вещи вообще возможны. Следующая избирательная кампания пройдет в нашем регионе в сентябре этого года. Жители Самарской области будут выбирать губернатора. Максим Устриков, Николай Епифанов, СТВ. В Самару с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она вместе с главой региона Дмитрием Азаровым осмотрела самую большую школу в России, в Южном городе, а также местный детский сад. Чем удивили вице-премьера в репортаже наших корреспондентов. Это настоящий мини-городок. Уже на входе видны весь масштаб и новизна школы. Здесь есть практически все для комфортного и качественного обучения. Полторы тысячи мест, пять спортзалов. Там можно заниматься разнообразными видами спорта, от футбола до единоборств. А это уже музыкальная студия. Учащиеся с огромным удовольствием занимаются там. Развитие творческих способностей – один из приоритетов в обучении детей. Здесь есть даже школьное радио, видео и фото журналы, а также свой небольшой ансамбль. В школе в Южном городе преподает и победительница регионального этапа конкурса «Учитель года-2018» Екатерина Балькина – молодой педагог по информатике. Буду стараться, достойно представить Самарскую область на регионе, перенять опыт передовой от остальных регионов в том числе. Поэтому готовимся. Современная фотостудия, библиотека с медиатекой и читальным залом, кабинеты оборудованы лаборантскими. Ольга Голодец приятно удивлена оснащением школы. Вице-премьер в кабинете министров курирует вопросы здравоохранения, соцзащиты, образования и демографии. Это учебное заведение в Южном городе по достоинству считается одним из лучших в области и в стране. Во многих зонах необычный дизайн. Сделана эта инсталляция из книг. Здесь дети очень любят проводить время коского урока. Также Ольга Голодец и Дмитрий Азаров посетили детский сад при школе. Александр Семенов, Николай Сидоров, СТВ. Далее дежурный по городу Мария Левина с очередной коммунальной историей из жизни самарцев. Здравствуйте! В эфире дежурный по городу. Как живут люди, чьи проблемы уже невозможно не заметить. А ответственная организация занимается отписками. Город имеет право знать. Юных пионеров 61. Уровень фекальных вод из подвала поднялся до входа в подъезд. Это здание относится к МПСО. Оно бывшее общежитие. Меня сюда заселили как погорельцев в маневренный фонд. Две комнаты с двумя детьми. В этом здании на первом этаже расположена баня-сауна. Что я хочу сказать. Было пожар здесь в 2015 году. Баня замкнула у них в парилке. Там по пьяной лавочке они забыли выключить. И произошло возгорание. А на сегодняшний день они уже в такой степени оборзлили. У них там и все сгнило. И они не давали вскрывать. Это наша частная собственность. Наши сантехники туда не могли попасть. Потому что это наша частная собственность. У нас вот итальянская плитка. Сломаешь, будешь за свои деньги восстанавливать. И то есть дождались вот этого всего. Но воничь при этом не прекращается. Потому что шланг у них тоненький. Вот этот вот переносной такой носочек. Они откачают воду. А все вот этот вот смрад весь стоит. И мы дышим этим много лет. Уровень воды стоит в подвале на весь дом. Во втором подъезде у людей. На первом этаже там уже полы. У всех все повздувалось. Уровень воды в подвале на 2 метра уже достиг. И на протяжении всего дома. У нас двухподъездный дом. Ну сколько он метров? Я не знаю. Метров 15-20. Вот эта вода вся стоит по всему дому. И в том подъезде. И в нашем подъезде. Неудобства великие. Во-первых, вонь несусветная. Несет вплоть до пятого этажа. Жить невозможно. Из унитаза все воняет ужасно. И через каждый день выкачивает, выкачивает. Я им говорю, вы что выкачиваете? Вы видите, там оттуда течет, а вы выкачиваете. Это как мартышкин труд. Если вас оставили один на один со своей проблемой, пишите, звоните в нашу программу. Улыбаться так по-голливудски. Самара присоединилась к всероссийской акции в рамках Международного дня здоровья зубов. В Самарской областной стоматологической поликлинике всем желающим проверили состояние полости рта. Дали рекомендации и ценные подарки. Подробности далее. Как бы не боялись зубных врачей, два раза в год посетить поликлинику – золотое правило. В один голос говорят все медики. Иначе рано или поздно идти все равно придется. Но уже не посмотреть, а сверлить. Или того хуже – удалять. Есть и те, кто нуждается в особом внимании стоматолога. Вера Сухова на пятом месяце беременности. За зубами надо следить намного скрупулезнее. Хотя для пациентки это дело привычное. Это наши зубы, это наша красота, это наше пищеварение. Так как мы все людям покушать, очень вкусно, обязательно надо. По словам специалистов, жителям Самарской области о зубах точно забывать не стоит. В первую очередь из-за особенностей воды. В нашем регионе она слишком богата минералами. А это зубной камень, под которым образуется кариес. А вот фтора, наоборот, в воде не хватает. Зубная эмаль более уязвима. А ее разрушение опять же кариес. А если запустить, то со всеми вытекающими. Если не посещать стоматолога раз в полгода, не осматривать полосы рта, не выявлять проблемы, то возникнут кариозные болезни, которые приведут, в худшем случае, к потере зубов. День здоровья зубов проходит по всей России с 2015 года. Хотя в Самарской областной поликлинике им не ограничиваются. Наши пациенты уже привыкли, ждут, что какое-то мероприятие. Ждут 20 марта, ждут 10 февраля, это день врача-стоматолога. В общем, это профессиональный праздник, а мы тоже отмечаем это вместе с нашими пациентами. Есть просто дни здоровья, где мы тоже присоединяемся к нашим коллегам. Необходим стоматологам, мы тоже проводим всевозможные акции. Поэтому, да, посещаем и съесть. Врачи напоминают, как бы пациент за зубами не следил, без профессиональной гигиены и осмотра сохранить их в первозданном виде не получится. Вячеслав Душин, Эдуард Растегаев, СТВ Рассылка МЧС от трещинок на льду, резкий рост доллара и евро, мобильное приложение для очевидцев ДТП, об этом и других новостях, подробнее в нашем коротком видеообзоре. МЧС предупреждает, в ближайшие дни будет опасно находиться на льду. С 21 марта Жигулевская ГЭС начнет сбрасывать воду. Это ежегодная работа перед паводком. И подъем воды на Волге разрушит ледовое покрытие. Образуется промойна, и вода может расплескаться на поверхности. Поэтому спасатели просят жителей региона не выходить на лед. Особенно это касается жителей Самары, Новокубышска, Волжского и Безенчугского районов. Со среды региональный МЧС начнет рассылать предупреждающие СМС-сообщения. По прогнозам синоптиков, потеплеет в конце марта-начале апреля. Поэтому и Волга окончательно вскроется ото льда уже в апреле. Предположительно, на неделю позже, чем в прошлом году. К концу марта-начало апреля могут подорожать иностранные валюты. Доллар до 58 рублей 50 копеек, а евро дороже 72 рублей. Об этом сообщает российская газета. На курс валют влияет ситуация на международном экономическом рынке. И на этой неделе доллар может повторить максимум пятница в 57 рублей 80 копеек. И добраться до 58 рублей. А евро закрепится на уровне выше 71 рубля. Но если говорить о покупке валюты туристами, которые планируют летний отдых, то здесь торопиться не стоит, утверждают эксперты. Весной еще предоставится возможность приобрести доллары и евро по минимальным курсам с начала года. Благодаря ожидаемому улучшению ситуации на рынке энергоносителей. В России планируют запустить мобильное приложение для свидетелей ДТП. С его помощью граждане смогут снимать нарушителей на видео и отсылать ролики в госавтоинспекцию. Общественная палата предлагает депутатам Госдумы доработать проект закона, чтобы исключить фальшивые материалы и решить технический вопрос, чтобы в приложении принимались еще и материалы видеорегистраторов. С этой платформой ГИБДД сможет выносить постановление без протокола на основании полученного видео со смартфона. Чтобы народный инспектор разработал, нужно будет зарегистрироваться на сайте Госуслуг и скачать приложение. 20 марта во всем мире отмечается День без мяса. Этот праздник прежде всего для тех, кто считает, что хотя бы один такой день благотворно влияет на мир и на животных. Таким образом, веганы проявляют любовь и демонстрируют заботу об окружающем мире. В День без мяса активизируются сторонники здорового образа жизни и делятся своими знаниями с окружающими. При этом подчеркивают особую роль овощей и фруктов в рационе и объясняют вред щедрых застолий, а также напоминают о губительном уничтожении живых существ. В отличие от Запада, на постсоветском пространстве этот праздник с размахом не отмечается. Но многие придерживаются постов, тем самым поддерживают сторонников вегетарианства. 20 марта в мире наступил День весеннего равноденствия. Это одно из уникальных природных явлений, и его суть сводится к тому, что в этот день Земля, двигаясь вокруг оси, находится в таком положении к Солнцу, что его лучи падают на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи. В День весеннего равноденствия начинается Новый год практически во всех странах Великого Шелкового Пути. В давние времена весну определяли по Солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе. Среди язычников существовало поверье, что в этот день в Кругвороте весна приходит на смену зиме. Как известно, когда Солнце переходит из северного полушария в южное, наступает осеннее равноденствие 22 или 23 сентября. В Самаре открывается крупнейшая православная выставка в Поволжье. Подробности в нашем сюжете. 21 марта в выставочной кампании откроется ежегодная православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». В церковной экспозиции выставки можно прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии и Белоруссии. В выставочном зале гости смогут приобрести натуральные продукты, а также уникальные товары. Мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие сладости. В день открытия 21 марта в 12 часов дня пройдет торжественный молебен. В остальные дни богослужение запланировано в 10 утра и в 4 часа дня. Вход на выставку-ярмарку «Благословенная Самара» свободный и прийти на нее можно с 10 утра до 7 часов вечера по 26 марта включительно. У меня на этом все. Далее еще немного информации и прогноз погоды. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimanski.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях в группах «СКАД СТВ Самара» на сайте и на канале «СКАД 24» ежедневно, ровно через 30 минут после нашего выпуска. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Увидимся. На православной ярмарке «Благословенная Самара» традиционно будут представлены полюбившиеся самарцам рыбные деликатесы с Камчатки и Мурманска. Очень вкусно все. Ну просто тает во рту. Я такой рыбы, мне кажется, не ела никогда. Помимо известных позиций, как чавыча, нерка, палтус и белорыбица, участники представят еще несколько новинок. Флагман Тихого океана – знаменитый голубой тунец. Его мясо очень нежное и нежирное, а балык зубатки пестрый, по мнению экспертов, не оставит равнодушными истинных гурманов. Помимо рыбы также представлены печень трески, закрытая прямо в море, и лососевая икра самого высокого качества. Со всем этим многообразием можно ознакомиться в экспо «Волге» с 21 по 26 марта включительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова